Дамы и господа, и вновь в день физкультурника продолжается аквапраздник, аквамарафон наших трансляций чемпионата Европы по водным видам спорта. И в ближайшее время мы с вами посмотрим финал очень зрелищной дисциплины, синхронные прыжки с вышки, микс, или как еще называют смешанные синхронные прыжки с вышки. И у нас за сборную России будут выступать Юлия Тимошинина и Никита Шлейхер. Ребята будут выступать под первым стартовым номером. Для вас большим удовольствием этот финал прокомментирует Андрей Симонов. Хочу сказать, что эта дисциплина совсем недавно была введена в программы чемпионатов мира и чемпионатов Европы. Сборная России традиционно борется за медали в этом виде программы. И на прошлом чемпионате Европы в Киеве здесь мы стали серебряными призерами. А два года назад на чемпионате Европы в Лондоне, когда эта дисциплина была впервые представлена на европейских соревнованиях, как сборная России попала на третью строчку турнира и таблицы. И наши ребята забывали бронзовые награды. Итак, Россия выступит под первым стартовым номером. Далее итальянцы. Очень сильные. Науми Батки и Майкл Верзотто под вторым стартовым номером. Далее под третьим номером представители Германии. И Флориан Фандлер, неувидающий Флориан Фандлер, ему уже 30 лет, а он до сих пор прыгает. Пусть даже и не на таком ярком чемпионском уровне, но тем не менее регулярно в финалы на мире и на Европе Флориан Фандлер пробивается. Фандлер будет выступать в паре с Кристиной Уосе. Сборная Великобритании представила следующий состав. Мэтью Оли и Луис Тулсон. И сборная Украины Олег Сербин и молодая Валерия Люлько. Олег Сербин, кстати говоря, тоже молод. И сегодня, в день физкультурника, 11 августа, празднует день рождения. Посмотрим, повезет ли в день рождения сборной Украине. Сможет ли эта команда забраться на пьедестал почета в синхронных прыжках в миксте. Олегу Сербину сегодня исполнилось 17 лет. Всегда приятно выступать, когда у тебя день рождения. Наверное, это добавляет каких-то определенных интересных эмоций. Представляют нам арбитров. Напомню, что здесь несколько арбитров отвечают за технику исполнения прыжков. За оценку техники исполнения прыжков каждого из спортсменов. И, соответственно, пять арбитров будут судить именно синхронность. Вот, посмотрите. Судья 1, 2, 3, 4. Соответственно, первый и второй судья отвечают за оценки одного спортсмена. Третий и четвертый судья оценивают технику другого спортсмена в этой паре. И, соответственно, пять арбитров будут судить и оценивать как раз-таки именно синхронность действий в этом виде программы. Всего пять финалистов. Дисциплина, как я уже сказал, относительно новая. Поэтому пока не все команды, не все сборные европейских стран культивируют этот вид программы у себя. Поскольку микс, смешанные прыжки и довольно-таки сложно подобрать примерно одинаковых по уровню, по технике, по исполнению спортсменов. Все-таки и девушка должна прыгать, и мужчина. А в принципе, в принципе, программа, уровень программы не такой сложный. Уровень программы, ну, скорее, женский, да? Потому что мужчина, девушка тянется по уровню, а, соответственно, мужчины пытаются совершать свои прыжки на уровне женских показателей. Сегодня у сборной России будет пять прыжков, да и у всех команд тоже. Напомню, пять раундов. Первые два раунда – это прыжки обязательного класса с фиксированным коэффициентом трудности 2 и 0. Итак, представитель Казани Никита Шлейкер и Юлия Тимошинина. Юлия Тимошинина представляет московские прыжки в воду, и наш дуэт открывает соревнования. Финальные соревнования на 10-метровой вышке в синхронных прыжках «Микс». Да, хорошо, молодцы ребята, выполнили обязательную программу, коэффициент трудности 2 и 0. Вот мы видим сейчас Светлану Тимошинину, это неоднократная победительница чемпионатов Европы по прыжкам в воду. Она является мамой Юлии Тимошининой. Очень высокие оценки, под 50 баллов за первый прыжок. Это хорошие показатели для обязательного прыжка. Молодцы. Наши ребята выполнили из задней стойки вперед, пол оборота согнувшись. И, внимание, Италия. Науми Батки и Майкл Верзотто. Науми Батки родилась в Будапеште, в Венгрии, но всю жизнь тренируется в Германии, выступает за эту страну. Ей 30 лет. И она на этом чемпионате Европы находится в хорошей форме, такая поджарая, в хороших физических показателях. Науми Батки здесь уже стала серебряным призером в индивидуальных прыжках с 10-метровой вышки. И ее партнер Майкл Верзотто выступает за клуб прыжков в воду из Рима. Тоже ребята выполнили свой прыжок хорошо, практически без помарок. И набрали 49,2 вала за прыжок из-за нестойки назад, пол оборота согнувшись. Еще раз напомню, 5 раундов прыжков и первые 2 с фиксированным коэффициентом трудности 2,0. А уже, соответственно, 3, 4 и 5 раунд будут разнообразные коэффициенты трудности у прыжков. Флориан Фандлер и Кристина Вассе. Ошибки при входе в воду. Есть рассинхрон у спортсменов. И вот мы здесь видим, абсолютно не погасил под воду Флориан Фандлер. Прыжок ребята из Германии сделали точно такой же, как и итальянцы. Из задней стоки назад пол оборота согнувшись, но оценки, как вы видите, невысокие. Спортная Германия традиционно является одной из ведущих прыжковых стран в мире. Но на этом чемпионате Европы Патрик Хаустинг, мультимедалист чемпионатов мира и Европы, не в форме. Да и другие ребята не могут подтянуться до того уровня, который был у сборной Германии еще 4 или 2 года назад. Итак, Великобритания. Мэтью Ли и Луис Тулсон. Но здесь, здесь уже получше, чем у сборной Германии. Но, тем не менее, Луис Тулсон совершила некие помарки при входе в воду. Посмотрите, в раскрытии мы не увидели четких синхронных действий. И поэтому оценки чуть пониже, чем у сборной Италии. Сумма за первый прыжок 48 баллов. И сборная Великобритании на промежуточной третьей позиции. Итак, Украина. Олег Сербин и Валерия Люлько. Напомню, Олег Сербин, он слева. Сегодня отмечает день рождения. Ему исполнилось 17 лет. Ребята выполнят точно так уже прыжок. Из задней стойки назад пол оборота согнувшись. Хороший вход в воду. Хороший вход в воду. Были небольшие погрешности в раскрытии. Несогласованность действий. Ну, вот такая, знаете, минимальная несогласованность действий. Зато погашенный вход в воду. Особенно у Олега Сербина. Да, мы видим, что Олег получил 8,5 баллов за свой прыжок. Сумма 47,4. Сборная Украины будет на четвертом месте. А команда из России делит первую строчку в турнире таблицы с итальянцами. Мы боремся за золото. Дамы и господа, мы вновь продолжаем. Напомню, что сборная России за два дня соревновательных в четверг и в пятницу разом вышла на первое место в общем зачете чемпионата Европы по прыжкам в воду. У нашей команды три золотых награды, три серебряные медали и две бронзы. Соответственно, несложные математические вычисления. И у нас 8 наград. Мы на первом месте. Никита Шлейхер командует. Да, в целом неплохой прыжок. Были небольшие расхождения у наших ребят. Но будут оценки на уровне 7 баллов. Никита Шлейхер и Юлия Тимошинина выполнили прыжок из передней стойки. Назад пол оборота в положении согнувших. Да, семерки мы видим. Восьмерочки. Сумма неплохая. Ну что, молодцы. Молодцы россияне. Выполнили свою обязательную программу. Не допустили больших ошибок. Это здорово. Показали базу арбитрам. Показали школу арбитрам. Зачастую, если ты в обязательных прыжках демонстрируешь где-то какие-то погрешности, арбитры это запоминают. И уже во время произвольной программы, даже если ты выполнил прыжок хорошо, они могут даже где-то нарочито оценочки придержать. Сборная Италии действительно будет нашим главным конкурентом, я думаю, здесь в борьбе за золото. Науми Батхи и Майкл Верзотта. Слаженная пара. К этому дуэту поставят сейчас высокие оценки. Науми Батхи 30 лет, Верзотта тоже 30 лет. Они очень опытные бойцы. 46,8 получили за этот прыжок итальянцы. Они его выполнили чуть-чуть хуже, нежели россияне. Поэтому Шлейхер и Тимошинина у нас на чистом первом месте. Никита Шлейхер представляет Пензу. Вообще родился он в Ставрополе. Долгое время там тренировался. Кумиром у него был Женя Кузнецов. Но затем, несколько лет назад, Никита Шлейхер вместе со своим тренером, Павел Муякиным переехал в Казань. Как мы называем Казань? Столицу водных видов спорта в нашей России. Но вот там уже несколько сезонов. В отличных условиях тренируется Никита Шлейхер. Юлия Тимошинина, я уже говорил, из спортивной династии. Спортивная семья у нее. Дедушка двукратно олимпийский чемпион. Бабушка, серебряный призер Олимпийских игр в прыжках как раз-таки с вышки. Ну и мама, многократная чемпионка Европы в прыжках с вышки. Вы представляете, какая генетика у Тимошининой? И очень хочется, чтобы Юля выиграла золотую награду и уехала с золотой медалью с этого чемпионата Европы. Поскольку, в принципе, этот чемпионат Европы для Юлии Тимошининой пока нельзя сказать, что складывается хорошо. К сожалению, и в командных соревнованиях, и в соревнованиях с 10-метровой вышки в синхроне с Екатериной Беляевой были допущены определенные погрешности, которые не позволили Тимошининой и сборной России завоевать золотые награды. Самая главная ахиллесовая пита у Юлии Тимошининой – это прыжок пятого класса. Винтовой прыжок с коэффициентом трудности 3,2. В командных соревнованиях Тимошинина набрала за этот прыжок 35,2 балла, то есть средние оценки были 3,5-4. А вот в синхронных прыжках с Екатериной Беляевой они выполнили винты и получили 5,5-6,5 баллов. Это маловато. Посмотрим, как это будет сейчас. Я думаю, что вот этот вот заряд, который сейчас присутствует в нашей сборной, ведь мы выиграли три золотые награды за два дня, я думаю, что это, конечно, эмоционально подхлестнет Юлию Тимошинину. В психологическом плане она обретет уверенность, важнейшую уверенность в прыжках в воду и сегодня не подкачает вместе с Никитой Шлехером. Итак, выполнили свои прыжки итальянцы, немцы, британцы, украинцы. Мы ждем турнирную таблицу и видим, что сборная России на чистом первом месте. Дамы и господа, ну а теперь самое интересное. Вишенькой на торте начинаются произвольные прыжки. Три тура, три раунда или три серии, кому как нравится. И открывает этот раунд дуэт из России. Никита Шлехер и Юлия Тимошинина. Были, были погрешности, причем немаленькие сейчас во время этого прыжка. И спереди стойки вперед. Три с половиной оборота согнувшись. В районе семерок должны быть оценки. Коэффициент трудности у этого прыжка 3,0. И сумма 62,1. Наши основные конкуренты Науми Батки и Маккл Верзотто. Но вот если, друзья, в обязательной программе, где у всех дуэтов одинаковые конец трудностей по прыжкам, если за обязательную программу как отыграть, точнее как оторваться, так и отстать друг от друга практически нереально, то вот именно за счет произвольных прыжков можно ликвидировать отрывы. Да, итальянцы тоже, итальянцы тоже не лучшим образом выполняют этот прыжок из передней стойки вперед. Три с половиной оборота согнувшись. Здесь Майкл Верзотто не поставил вход в воду. Он абсолютно не погашенный был, и поэтому у Верзотто мы видим за технику, да, второй арбитр, который отвечает за технику, в данном случае мужчины. Поставил невысокие оценки. 5 и 5. И сумма невысокая. Ну что же, для нас это хорошо. Для нас хорошо, что мы сборную Италии сейчас не отпустили, слишком далеко. Тем временем немцы выполнили свой прыжок. У них из задней стойки вперед три с половиной оборота в группировке. Коэффициент трудности этого прыжка 3 и 2. У Фаддлера были погрешности в технике, но сумма хорошая. Я думаю, что немцы сейчас вклиняются в борьбу за медали. Причем и высшие пробы в том числе. Британцы хозяева чемпионата. Британцы долгое время были здесь в общем зачете на первой позиции по прыжкам в воду. У них три золота, три серебра и одна бронза. Получается, у британцев 7 медалей, у нас 8. Хороший прыжок Мэтью Ли и Ли Тулсов. И вот из трех сборных, которые в третьем раунде выполнили именно этот прыжок, из передней стойки вперед три с половиной оборота согнувшись, британцы этот прыжок сделали лучше остальных. Да, есть погрешности в технике, но в целом прыжок очень хороший. И разом британцы выходят на первую позицию в турнирной таблице. Именно за счет чистого исполнения этого прыжка. Точнее, исполнение этого прыжка не такое уж и чистое, но лучше, чем было у России и сборной Италии. Украинца Олег Сербин, Валерия Люлько. Винтовой прыжок, который у Юлии Тимошининой не совсем хорошо получается. И здесь мы видим, Украина допускает огромнейшую ошибку при входе в воду. Валерия Люлько не смогла поставить вертикаль на вход. Здесь и коленки согнутые, мысочки не вытянутые. Да, за технику Люлько получает минимальные оценки. И ждем турнирную таблицу. Сборная России пока на третьем месте, но есть все шансы догнать британцев. Однозначно. Дамы и господа, продолжается финал в смешанных синхронных прыжках с 10-метровой вышки. Это относительно молодая дисциплина в рамках и чемпионата Европы, и чемпионата мира. И, внимание, предпоследний четвертый раунд открывают россияне. Никита Шлейхер и Юлия Тимошинина. Спасли прыжок. Хорошо. 3,3 коэффициент трудности этого прыжка. Из задней стойки. Вращение назад. Это непросто. В данном случае 3,5 оборота в группировке совершили этот прыжок ребята. И оценки солидны. Да, может быть, была небольшая несикронность в действиях, но сумма, сумма впечатляет. Напомню, что мы отстаем от сборной Германии, от сборной Италии. Науми Батки и Майкл Верзотто. Самые опытные в этом финале им по 30 лет. На прошлой Европе итальянцы в этом виде стали третьими. Считает здесь Майкл Верзотто. И вопросы у судей будут к исполнению этого прыжка. Из задней стойки вперед. 3,5 оборота в группировке. Есть несогласованность действий почти во всех фазах этого прыжка. За технику невысокие оценки за синхронность. Сумма 61,44 и вторая промежуточная позиция. Сборная Германии. Кристина Вассен справа. Флориан Фандлер слева. Неувидающий Флориан Фандлер. Выступает он за клуб Галле. У тренера Нормана Беккера. Ну а у Кристины Вассен, кстати говоря, есть сестра. Елена Вассен тоже здесь на этом чемпионате Европы выступает. Прыжок не получился. 107б прыжок. Это из передней стойки вперед. 3,5 оборота согнувшись. Прыжок с разбега. Вот мы видим. Рассинхрон при раскрытии. Скорость вращения у спортсменов разная. Но и не поставили вход в воду. Особенно Флориан Фандлер. Сумма 48,60 за этот прыжок с коэффициентом трудности 3,0. Это маловато. Британцы. Мэтьюли и Луис Тулсон. Луис Тулсон опытнейшая спортсменка. Финалистка Олимпийских игр Рио-де-Жанейро. В синхронных прыжках с 10-метровой вышки. 1, 2, 3, 4. И тоже нечисто. Прыжок четвертого класса из задней стойки вперед. 3,5 оборота в группировке. Рассинхрон в действиях. И вот мы видим, что особенно Луис Тулсон не поставила вход в воду. Не было вертикали. Много брызг. Не погасил этот прыжок. Сумма 63,36 и общая 231,96. Кстати говоря, британцы в этом виде программы являются на данный момент действующими чемпионами Европы. Как раз таки в этом же составе год назад Ли и Тулсон выиграли золото в Киеве. А тем временем украинцы выполнили свой прыжок первого класса из передней стойки вперед. 3,5 оборота согнувшись. Прыжок с разбега. На мой взгляд, один из самых эффектных в прыжках в воду. И не поставили спортсмены четкий вход в воду. А на вышке арбитры ценят именно четкий, погашенный вход в воду. Не было и синхронности. Сумма 207,54 и предварительная пятая позиция в турнире на таблице. За один раунд до финиша нашего финала. На чемпионате Европы сборная России пока в лидерах. Но мы менее трех баллов выигрываем у сборной Британии. Ну что, решающий момент, дамы и господа. Заключительная стадия финала на чемпионате Европы по прыжкам в воду в миксте. И заключительный пятый прыжок. Никита Шлейхер, Юлия Тимошинина. Прыжок пятого класса. 3,4. Хорошо! Умнички! Здорово выполнили этот прыжок! Мы ведь все боялись, друзья, как выполнит этот прыжок Юлия Тимошинина. Но Юлечка смогла, справилась с психологией и молодцы, ребята. Блестящий прыжок. Да, были, были помарки в воздухе, но ничего страшного. В целом оценки должны быть высокие. Мы видим сумму за этот прыжок. 74,88. Юленька довольна. По ней видно, заметно, что справилась с психологическим давлением. Молодцы. 74,88. Сумма за этот прыжок. Мы пока на первой позиции, но напомню, что преимущество россиян перед заключительным раундом было над британцами. Два балла и 79 прыжок. 2,79. Так, пока итальянцы, но они нам не соперники уже в этом финале. Науми Батки и Майкл Верзотто выполнят точно такой же прыжок, как и россияне винтового класса. Итальянцы пусть прыгают, а мы пока давайте проанализируем. Сейчас выйдут немцы и затем британцы, наши основные соперники в борьбе за золото. У британцев будет точно такой же прыжок. Пятого класса с коэффициентом трудностей 3,2. Вообще из пяти финалистов Из пяти финалистов Сразу четыре дуэта В своей программе Пятым прыжком поставили прыжок винтовой группы. Флориан Фандлер Кристина Вассен В прошлом году в этом виде программы Тимошинина выступала на чемпионате Европы с Виктором Минебаевым. И наш дуэт занял второе место вслед за британцами. Но и на чемпионате мира Юлия Тимошинина год назад также прыгала в миксте с 10 метров с Виктором Минебаевым. И на мире стали четвертыми. Остановились в шаге, вот и не стало почетно. Специально не обращаю внимания я сейчас на результаты немцев. Понятно, Букустин нам уже не соперник в борьбе за золото. А вот следующая команда, эти ребята, британцы, хозяева чемпионата, Льюис Тулсон слева и Мэтью Ли справа, это наши основные конкуренты в борьбе за чемпионский титул. Пока еще действующие чемпионы Европы. Прыжок винтовой группы 3.2 коэффициент. Хороший прыжок. Будем ждать оценки. Прыжок хороший. Есть к чему придраться, но в целом, посмотрите, вытянулись вертикально в струночку. Ножки вытянуты, колени прямые. Ждем оценок. И все-таки сборная России становится чемпионом Европы. Дамы и господа, я поздравляю вас! У нас четвертая золотая награда на этом чемпионате Европы по прыжкам в воду. И первая для Никиты Шлейхера и для Юлии Тимошининой. Браво! А Никита Шлейхер, между прочим, впервые в своей биографии спортивной становится чемпионом Европы. Молодец, Никита. Ну а тем временем украинцы выполняют свой заключительный прыжок. Из задней стойки вперед, три с половиной оборота в группировке Олег Сербин и Валерия Люлько. Очень молодой дуэт. Ой-ой-ой-ой! Валерия Люлько вообще не погасила вход в воду. Опасно вошла в водную среду сейчас Валерия. Она ближе сейчас по телевизорной картинке. Нужно раскрываться, но где-то в расстоянии в два-три метра от поверхности воды. Здесь мы видим, главное, чтобы без травмы все в порядке с Валерией. И слава Богу. Это новый дуэт у сборной Украины. Валерия Люлько и Олег Сербин. Ну а мы радуемся за Россия. Никита Шлехер. Казань. У Павла Муякина тренируются уже много-много лет. Представляет армейский спорт. И Юлия Тимошинина. Представляет МГФСО. Столичная школа прыжков в воду. Молодцы. Да, Шлехер в хорошем настроении. Вообще, мне нравится в психологическом плане, как себя ведет Никита Шлехер. Он очень уверенный в себе парень. С ним лично знаком. И нравится, знаете, именно его психологический настрой. А это справа Светлана Борисовна Моисеева. Не только член техкома Лен по прыжкам в воду, но и главный тренер сборной России по прыжкам в воду. Флориан Фандлер. Опытнейший прыгун из Германии. Подходит к Юлии Тимошининой. Молодец. Юлечка на самом деле рад, что она справилась с психологическим давлением, которое было у Юлии в первый день соревнований. Во второй день, когда остались мы без золотых наград. Это и именно из-за того, что Юлия Тимошинина не лучшим образом справилась с прыжком пятого класса, с винтовым прыжком. Но здесь Юлия Тимошинина великолепно. Ровно всю программу вместе с Никитом Шлехером прошла. И прыжок пятого класса, винтовой. Ребята выполнили и заработали почти 75 баллов за прыжок. Общая сумма 309,63. Я поздравляю дедушку Юлии Тимошининой. Ну, великолепная генетика. И я думаю, что эта победа придаст дополнительных сил и уверенности Юлии Тимошининой. Ну и посмотрите, Надежда Бажина, семикратная чемпионка Европы, тоже подошла к нашим ребятам и поздравила с титулом. Ну что же, молодцы! Шлехер и Тимошинина на первой позиции. В итоге у сборной России уже четыре золотые награды на этом чемпионате Европы. Мы в лидерах по прыжкам в воду. Роскос, дамы и господа, роскошь. Да и только церемония награждения победителей и призеров. В дисциплине 10 метров синхронные прыжки, смешанные пары. И сейчас будет приятно увидеть на верхней ступеньке пьедестала почета Юлию Тимошинину и Никиту Шлейхера. Я напомню, что Юлия Тимошинина уже становилась чемпионкой Европы в 2015 году. Также чемпионат проходил и в чемпионате была дисциплина Миксд, синхронные прыжки с вышки. Но тогда с Витей Минебаевым Юлия Тимошинина выиграла. Теперь победила с Никитой Шлейхером. На третьем месте у нас здесь представители Германии. Кристина Вассен и Флориан Фандлер. Этот дуэт набрал 279 баллов почти. Ну и за счет последнего прыжка в борьбе с итальянцами, основной баткой Майклом Верзотто, немцы все-таки смогли получить бронзовую награду. На втором месте британцы Луис Тулсон и Мэтьо Ли. Ну и россияне Юлия Тимошинина и Никита Шлейхер на первом месте. Если Тимошинина уже становилась чемпионкой Европы, то для Никиты Шлейхера это золото первое в карьере на взрослом чемпионате Европы. Играет музыка. И первая позиция. Никита Шлейхер, Юлия Тимошинина выиграли золото в синхронных прыжках с 10-метровой вышки. Микс. Поздравляем наших ребят. Юлия Тимошинина довольно-довольно. Умничка. И Никита Шлейхер впервые в своей истории чемпион Европы по прыжкам в воду. Молодцы ребята. Шлейхер тренируется и живет сейчас в Казани. Работает с Павлом Муякиным. У Юлии Тимошинины тренер Светлана Тимошинина. Ее мама. И мы поздравляем в том числе и дедушку Юлии Тимошининой, двукратного олимпийского чемпиона. Александр Тимошинина, двукратного олимпийского чемпиона по гребле. Ну что же, для вас с большим удовольствием комментировал Андрей Симонов. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова